Всем привет, с вами Информ ТВ. В ранней юности Алексей Локтев снялся в популярном фильме «Я шагаю по Москве». Люди, которые проживали в Советском Союзе, запомнили этот фильм по главной песне, а также интересному сюжету. Игра актеров из данного произведения стала культовой. Впоследствии на картину равнялись другие советские режиссеры. Благодаря этому фильму Локтев навсегда вписал свое имя в классику советского кинематографа. Потом его карьера пошла ввысь, и он снялся в военном фильме «Первый снег». Драма принесла ему колоссальное признание, а лента «Наш дом» укрепила его в этой позиции. Он играл в драматических фильмах очень ярко. На первом курсе института Локтев стал встречаться с девушкой по имени Жанна. Роман был яркий. Впоследствии он женился на ней, когда узнал, что та беременна. К сожалению, брак распался спустя три года. Они не сошлись характерами. Ребенком занималась Жанна, а Локтев навещал его, не забывая помогать. Сына Сергея он очень любил и всю жизнь участвовал в его судьбе. Светлана Лощинина стала второй женой известного актера. Они познакомились на съемочной площадке, став сначала лучшими друзьями, а потом любящими супругами. В этом браке родилось двое детей. Его старшая дочь Александра вышла замуж за рок-музыканта Константина Кинчева. В этом браке у них появилась дочь Вера. Сейчас девушка уже знаменитая актриса. В возрасте 43 лет Светланы не стало. Ее жизнь унес рак. Впоследствии Алексей влюбился еще один раз в женщину Елену Усенко, но на ней уже не женился. Именно в это время большую часть его жизни занимал алкоголь. В конце 70-х годов Алексей стал верить в Бога и посещать святые места. А в возрасте 66 лет в 2006 году мужчина скончался, оставив поклонникам целое наследие. Если вы видели фильм «Я шагаю по Москве», ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!